Всем огромный привет! Учимся сегодня вязать мотив ромашка. Похожих мотивов существует много, а мы сегодня рассмотрим самый простой. Пряжу берите примерно одинаковую, понадобится три цвета. Все легко и просто, сейчас вы все увидите. Вяжем 3 воздушные петли. Соединяем кольцо соединительной петелькой. 2 воздушные петли провязываем. Теперь в кольцо провязываем 11 полустолбиков с накидом. Делаем накид, вводим крючок в кольцо из 3 воздушных петель, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем через все три ниточки. Получился у нас полустолбик с накидом. Таких полустолбиков должно у нас быть 11, плюс 2 воздушные петли. Итого 12. Присоединяемся соединительной петелькой. Обрезаем нить и оставляем длинный хвостик, он еще нам пригодится. Берем нить белого цвета, присоединяемся в любом месте. 3 воздушные петли. Теперь провязываем сюда же, в эту же петельку, 2 недовязанных столбика с накидом с общей вершиной. На крючке у нас 3 ниточки, провязываем общую вершину. 2 воздушные петли и опять 3 недовязанные столбика с накидом. Накид. 1 столбик с одним накидом. Не довязываем до конца. 2 столбика. 2 столбик с одним накидом, сюда же в эту же петельку. И третий столбик с одним накидом, сюда же в эту же петельку. На крючке у нас 4 ниточки, провязываем через все 4. Снова 2 воздушные петли и так продолжаем до конца ряда. 1 столбик с одним накидом, сюда же в эту же петельку. 3 столбик с одним накидом, сюда же в эту же петельку. Обрезаем ниточку и прячем. Теперь нитью оранжевого цвета закрываем пустоту при помощи кончика, который мы оставили. Я воспользуюсь иглой, можно закрыть при помощи крючка меньшего размера. Мне кажется, так более красиво и эстетично, когда не видны вот эти вот дырочки. Вяжем последний ряд. Присоединяемся нитью следующего цвета, у меня зеленый, в арочку из двух воздушных петель. Провязываем две воздушные петли. Они нам заменяют столбик с одним накидом. Далее сюда же в эту же арочку два столбика с одним накидом. Три воздушные петли. И опять три столбика с одним накидом в эту же арочку. У нас с вами получился угол. В следующую арочку из двух воздушных петель провязываем три полустолбика с накидом. В следующую арочку снова три столбика с накидом. В следующую арочку провязываем три столбика с накидом. 3 воздушные петли. И еще три столбика с одним накидом в эту же арочку. Получился у нас еще один угол. Одна сторона квадрата готова. И так идем по кругу. Следующие две арочки провязываем по три полустолбика с накидом. В третью арочку вывязываем угол. Угол состоит у нас из трех столбиков с накидом. Трех воздушных петель и трех столбиков с одним накидом. Снова в две арочки по три полустолбика с накидом. Угол и еще две арочки по три полустолбика с одним накидом. Все легко и просто. Повторяем по кругу. Присоединяемся соединительной петелькой. Нить обрезаем, прячем. И наш красивый мотив ромашка готов. Желаю вам вдохновения, терпения. Если есть у вас какие-то вопросы, предложения, присылайте мне на Facebook. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. До новых видео. Всем пока.